короче привет и с вами как всегда я там вон она есть вот здесь вот это вот привет короче да здорово нет не больно нормально короче больше порядок хотел здесь навести как я тебе сказал вот как бы уже круче до круче типа еще вот это все нахуй отсюда убрать и вот отсюда все нахуй убрать здесь нет ни одного ящика куда можно сложить а куда можно сложить там сложены вещи арендодатели короче блять пиздец а вот это все зазирает мои блять сраные мозги на страны и потому что это все это засирает мои мозги такая тема значит что я сегодня немного агр да сейчас конечно дальше будет контент такой позитивный классный потому что жена помоет ванну на самом деле не не только потому что жена помоет ванну а видимо потому что мы поим кататься да сегодня я пойду в ванну а потом а потом увидим ванну вот ну вообще как бы планировали но если не будет жопка я даже руку отбил об ее жопу мне кажется заказали вчера роллы там же в черном рисе и вот я понял на как изготовкой знаешь когда вот мы пытаемся сейчас делать не пытаемся чуть-чуть делаем новенькая да вот на гриле потом раз подсаживаемся на это готовим второй раз третий раз четвертый раз и и все как бы и ты понимаешь что ты немного зажрался тебе это уже надоело тебе это уже никакого кайфа не приносит поэтому надо уже переходить на такой образ жизни чтобы каждый раз включать свои мозги сраны свою фантазию и пытаться сделать что-то новое каждый раз придумывать что-то сука новое потому что это но невозможно не уже ничего не вкусно ничего не хочется но и бывают такие моменты как вот с этими самыми роллами мы заказываем мы в восторге сняли офигенный обзор посмотри вот здесь но если бы мы заказали не тогда а например вчера этот офигенный обзор был бы очень плохим обзором как например на сакуру но все-таки эти наверное чуть чуть получше хотя раз разваливались также и общаются они в общем то тоже не очень сейчас расскажу слушай где мяк твой телефон там где вот и короче знаешь что они такие схеровились на второй заказ и предложили нам комплимент да они привезли вместо филадельфии с креветкой обычную филку правильно же да да и уже было что-то качество похуже ну ты видел во влоге там в следующем мы это упоминали показываю да 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 другой имбирь вот и все по наклонной прям вот как жопа снеговика катится с горы набирает свою массу и превращается в планету дерьма короче так же и получилось с ними сейчас мы будем таять этот значит снежочек вчера просто апогей ну ты видел на я уже вставлял походу короче он какой-то леопардовые такой темные здесь всякие штуки я думаю должно быть такое или или он здесь начал подгнивать где-то я не знаю вот это вообще что это за жесть я просто такого в жизни как бы не видела думаю что это не нормально такой неровный цвет здесь прям темный не гнильцо это короче странно это максимально это очень жидкое пюре шка первый раз самый прям точно четкий был сейчас второй раз что-то они накоси пор или а вместо короче креветки рыбу положили и такие ой мы вам типа следующий раз подарок положим и вот как бы следующий раз я специально заказал на свой номер чтобы это этот подарок был да и в итоге никаких подарков то есть куча уже вон выкинутого там имбиря вот этого леопардового короче нормально это смена максимально ущербно и приведу короче заказали к 21 30 до вот мы уже накопались тут еще как бы не приступили к кушанию но привезли в 22 00 а я типа специально я с работы еду еще да там хрен знает где короче на лонгборде и типа они уже здесь ладно хоть жена дома платила так тоже неделка фигни не знаю короче это кто у нас эти черные и до 1 это болен разваливается и это блин разваливается это блин как-то странно скручена и он богом где-то сыровой сыра риса там прям больше короче с одной стороны с другой меньше как-то это что-то я хрен знает они в этом и сакуры что ли привезли черный рис какой-то странный прям замучился уже выбираешь здесь этот имбирь полупротухший какой-то пятнышко все это валится ей богу хоть снимай короче онлайн как ты хаваешь просто вот изо рта выпало у меня типа как типа как мы берем какой-нибудь ролец он видно что жидкий такой барин вот на камеру жиденький короче вот этот да ну прям да вот но если вы еще макнуть в соус вот здесь вот начинаешь отрывать вот они все ковыряться тоже начать это пресс говоришь ключ отламывается все я честно ну как бы хрен знает нормально вот это леопардовость или нет такая вот эти пятна они похожи на что-то как будто трубное гниющее что-то типа я просто в жизни реально не видел ни разу такого имбиря чтобы он в какую-то вот такую пятнышку был странную неедабельно плюс это тут пюре жидкое жидким жидкого дал сюда еще очень стрёмно от того факта что мы короче первый раз попали вот на хороших поваров хорошую смену да мы такие восхитились у меня жена насоветовала своим клиентам знакомым там да так сказать чуть пропиарила и а прикинь попадется им такая же смена как вот в этот раз нам и они такие подумают блять они реально говноеды что ли такую парашу едят просто типа чего это и такие восхищенные да извините блять это не от нас зависит и сегодня отвечают добрый день приносим извинения за доставленное неудобство администратор пропустил что у вас в подарок за прошлый заказ к следующему заказу подготовим для вас ролл филонофии с креветкой на жена отвечает добрый день спасибо конечно на следующего заказа не будет а по поводу пятнистого имбиря васаби и разваливающихся ролл ничего не скажете и тут начинается история как была история короче с лонгбордом когда мы заказывали вот они пытаются отмазаться и переложить ответственность себя на кого-то другого и типа такие а мы не причем мы как бы вот просто передаем да нам говно поставили вот как бы жрите говно мы-то причем это же нам поставили мы же не будем теперь значит это какие-то там убытки от этого иметь да нам же не выкидывать не возвращать если нам поставили вот мы закупили говно тогда и ты клиент последний жри говно да но как то стремно типа чё он отвечает пятнистый имбирь такой поставили на повара не глядя положили на заказ ахуенно ребят молодцы пизда то закрытыми глазами работают в смысле не глядя не глядя да по хуй какая разница шо говно там привезли бы знаешь вот перепутали вместо имбиря поставили говна блять и они бы говно оттуда кинули но как-то это типа стрёмно. Получат выговор. Охуенно, я очень рад. Мне, ты чё с этого, блядь? С поставщиком связали, ждём замену. Я очень тоже рад. Мне как-то вообще похую. Вот ну похую. Абсолютно, блядь. За роллы приносим извинения и проверим, что могло пойти не так с рисом. А дальше ты чё, блядь? Вы отчёт нам какой-то выпишите, поставите. Короче, я эбал вообще такие вот штуки. Наверное, следует заказать в каких-то других организациях, если когда-то захочется поесть роллы. Или, наконец-то, блядь, не выёбываться. И жрать бичи. Да, и жрать бичи. Вот. Или покупать привычного какого-нибудь там сибаси, рыбаси. Делать это не лениться. Почему вообще вот заказываешь роллы и всякую такую вот говнятину? Потому что ленишься. Потому что думаешь, ой, я сейчас пойду в перекрёсток, короче, мне надо купить, мне надо приготовить, мне надо то, мне надо сё. И, короче, думаешь, ну, вместо того, чтобы потратить час на вот это всё дело, я час, блядь, посижу на стуле, да, мне принесут вместо указанного времени в какое-то нахуй другое время. А, кстати, был прикол-то. Я, короче, заказал к 22.30, перезвонил ещё раз, думаю, а вдруг они неправильно поняли, и они не привезут к 22.30, потому что я на работе, блядь, до 10. Вот. А начнут готовить 22.30, потому что это последнее... время последнего заказа. Они такие, не-не-не, всё, всё, ништяк, всё уточнил, второй раз звонил, сука, второй раз звонил, помните, как с историей с таксистом, да? Ага. Да, мы по-любому привезём к 22.30. Я ещё прямо уточнил по телефону, я работаю, поэтому у меня дома-то не будет. И, значит, мне звонит жена в 10.05. Я еду на лонгборде заколой, блядь. Так и так, у меня, говорит, в двери курьер, пиздец, чё, как это, ты платил, что ли? Я говорю, да нет, нихуя не платил, там надо переводом туда-сюда. Ну, короче, такой вот ебаный опыт у нас получился с этими роллами. Но! Прошу заметить, это всё равно лучше всяких помоев из Оллис или Досты. Вот, так что... О, кстати, мне пришли стёклышки на мой телефон. Жена ухаживает за мной. Я шучу, 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 шучу. Не, понимаю, понимаю, понимаю. В итоге, чё с роллами-то? Они такие пытаются организовать тебе постоянно, как, блядь, барыги какие-то, возвратный трафик, что ты, типа, вернёшься каждый следующий раз, и они тебе будут переносить твои подарки, долги какие-то у них там будут, блядь, копиться, они будут тебе просто писать, извини, братиш. Ну, короче, хуёвое это отношение. Я бы на их месте, блядь, за вот это вот всё... Закрылся, нахуй. Ну, типа, я просто не хочу уже, чтобы они мне, например, привезли роллов. Нахуй не нужны. Привезли хорошего качества какой-нибудь офигенный сет, я бы с удовольствием... Не, в принципе, да, как в первый раз. Но заказывать... Заказывать ещё, и я ебал. Больше не хочу. Всё, хорош, нахуй. В следующий раз, когда реально понос они там не посмотрят, блядь, и просто упакуют. Всё, закрыли тему. Хотя они не закрыли тему. Вот жена подкидывает крутую идейку, типа, индейку. Вот она делает ресницы. Кстати, записывайтесь на ресницы. Как я их называл? Дресницы. Не знаю. Что-то они, дано, бабьи какие-то. Бабические ресницы она делает, да, бабические. Мужические не делает, вот. Короче, ссылка будет в описании, если что. И если она дорожит своей репутацией, да, если, например, она что-нибудь... Купила некачественный клей, некачественные ресницы, налепила эти ресницы тебе, да? Ну, или не тебе, мне там, не знаю. У меня они отлетели. Она же не будет говорить, ой, блядь, на заводе сделали некачественное, в магазине просрочились, я буду с кем-то там разбираться. Ну, как бы извините, хуй сосите, нахуй идите. Нет же, блядь, она возьмёт и переделает. Бесплатно. Бесплатно, блядь. А не вот это там. Ой, у меня, блядь, шкурки нет для доски, я не буду всю жопу поднимать, чтобы пойти где-то её нахуй найти. Ой, я, блядь, у меня повара слепые, хуям без глаз, блядь, работают и не знают, что кидают туда, короче, вот эту вот жидкую хуету какую-то. Ну, пф, чёрт. Ну, тут, конечно, пример фиговый. Есть огромная разница в ценности каждого клиента у моей жены. и никакой разницы для заведения, у которого огромный поток клиентов и такие, как мы, типа, недовольные. Да пошли бы в жопу и всё, чё. А сегодня один недоволен, завтра ещё 100 человек придёт. Какая разница? Мы, кстати, так и не доели. Нихера, я сегодня попробовал ещё одну филку замутить. И, ну, такое, блядь, ну, такое. Чё-то с ними нахер не так, он всё как-то чё-то... Всё отваливается, разваливается, невкусно ни хрена. Кстати, вот это можно им вернуть, и вернуть деньги, по факту. Нам же не понравилось, а здесь 50%-то где-то есть примерно. А, можно же здесь сразу. Можно даже, да, меньше, типа. Короче, бесит и попытки вот это создать возвратный трафик, и при этом ни хера не делась, короче. Можно же безвозмездно исправить свои косяки, если ты обещал там в подарок уже, да, вот исправить свой косяк и положить ролл, который ты не прислал, да, а прислал у меня с него другой. Так возьми, пришли его просто сейчас вот, возьми, или скажи, придите, заберите, блядь. Нормальный, качественный ролл. Будьте здоровы, наслаждайтесь. Да пойти, шо-ли, отнести, шо-ли, нахуй. Мы сейчас кататься, поедем, заехать, блядь, и отдать вот эту хуету им. Пожрут. Короче, выбрались, вон, жена едет. Хоть днем немножко, фиг знает куда, фиг знает как. Ну, чуть-чуть, типа, что-то умею. А вообще ничего не умею. БАМ! ПОДПИШИСЬ! Че, я ща обвалю, езжай, догоню. ПОДПИШИСЬ! 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 Пора! ГОВНО! Не проеду? Кажется, проеду. БАМ! ПОДПИШИСЬ! Останавливается и говорит, там говно!!! РОЛЛЫ валяются! ПОДПИШИСЬ! 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 ВОСТОРЖЕНИЕ! ПОДПИШИСЬ! Ой, это я боюсь. ПОДПИШИСЬ! Как я, в газон смотри. ПОДПИШИСЬ! Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Офральт! Короче, прикольная штука. Когда занимаешься чем-то, катаешься там на чем-то со временем, понимаешь не только что-то именно в этом занятии, но и эти штуки, эта философия перекладывается на жизнь. И вот некоторые вещи, у тебя катаешь какой? Второй год? Второй год всего лишь. Философ, блядь. Некоторые штуки я понимаю только сейчас. Типа я, может быть, и понимал их раньше, но их не было в моем двигательном опыте. И вот теперь они есть, и это как бы прикольно. Например, когда ты поворачиваешь на задний такой кант, да? Если ты это сделаешь с выпрыленными ногами, у тебя не будет шансов восстановиться, выйти из дуги. А если ты сделаешь это в приседе, совсем другое дело. О, говно! О, говно! Сука! Оу! Моечки! Моечки! Круто, да? Да. Я снимаю. Заметил поздно, и так прикольно получилось. Чувак такой, вау! Погнали! Круто, и так прикольно. Погнали! 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 Только хардкор! ой а кончилась Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...